Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Илюш, двигайся ко мне поближе, потому что будем с тобой работать! Мы в очередной раз встречаемся с вами в замечательном зимнем саду. На столе много всякого неопознанного, много всяких баночек, скляночек. Всё для того, чтобы мы узнали новую информацию сегодня, открывать конспекты. Будем с вами заниматься делом. Будем показывать, в общем-то, знаешь, вот, Илюш, когда снимаешь ролик про огород или про что-то, да, многие говорят, тьфу, да я это, типа, знаю, это старо, да, старо как это. Кто-то знал, кто-то не знал. Поэтому сейчас мы просто передо мной очень много всего, потому что мы сегодня будем снимать несколько роликов, так как время у нас не позволяет, всё нам некогда, нужно снимать несколько роликов. Что мы вообще, что мы имеем и что мы тут вообще собрались делать? Вот, сейчас мы с тобой имеем вот такую коробку. Какую-то коробку, в ней земля, лук нарезан половинками и засыпано песочком. Всё это для чего? Он не песочком. Во-первых, что я хочу сказать про лук. Кто-то скажет, да, лук там, ну, а что лук, вот ты тоже, да, скажешь, учу, вот как лук выращивать? По школьной программе я выращивал, брал балку с водой, туда втыкал луковицу, она плавала, тухла, из неё мухи летели, были какие-то стебельки, росли-росли, потом она вообще сгнивала и в итоге всё выбрасывалось, всё. Вот, а я тебе сейчас расскажу ещё один очень-очень хороший способ лука. Я считаю, этот способ экономичной хозяйки. Вот, ты знаешь, в чём он заключается? Он очень-очень интересный. Давай, колись. Во-первых, колись, чтобы не летели мухи, я использую вот такой эко-дуст. Эко-дуст. Химия, фу, отписка, хим-розница. Нет, не, читай, читай, читай. 100% натуральный продукт, хорошо, лайк и подписка. Из чего он сделан? Я без очков не фимплей, почитай, из чего он сделан. Ромашка, шалфей, эко-дуст, натурально-экологическое чистое средство, применяемое для защиты жилых помещений от клопов, клещей, полу. Да, это средство, дорогие друзья, оно хорошо, вы не пугайтесь, очень хорошо для кур. Просто мы, когда первый раз его показывали у себя на канале, многие сказали, дуст, это же вредно. Я просто, знаешь, честно говоря, это вот, это не агрофирма, вернее, а компания Гера, и я вообще думаю, что это назвали, да, какой-то дуст. Ну, назвали как бы, потому что вот это вот дуст, это людей очень пугает. Слово дуст, пугающее слово. Пугающее, но это 100% натуральный продукт. Ты знаешь, что происходит? Сейчас это все, вот, миша еще летает. Ну ладно, я тебе хочу сказать, твой эко-дуст, местами он, наверное, может, помогает, а местами, может, и не помогает. Давай, рассказывай, что надо с ним делать с ними? Да он очень даже помогает. Это лить надо в него, что ли? Его не лить надо. То есть, когда вы сажаете рассаду... Ты даже не рассказала, как ты по-новому экономической хозяйке, ты бы нам рассказала бы сначала. Я к этому сейчас подведу, я сначала про дуст тебе расскажу. То есть, когда мы сажаем лук, это могут быть комнатные цветы, это может быть что угодно, рассада. Да, трыг ты и залил, ну, не проконтролировал, и полетели эти злосчастные муси. И что мы делаем? И что мы делаем? Все очень просто. Эко-дуст, дорогие друзья, он разрушает хитиновый покров, вот у этих мушек, у фигушек, и все. Ладно, сейчас подождите. Девочки, я все для вас узнаю. У меня здесь не за... Знаете, что я скажу? Я тут не буду вокруг да около ходить. Мы сейчас будем вопросы наводящие задавать, правильно? Вот, благодарность вам, что я у вас есть, вот. Ну-ка, давай-ка, расскажи нам про цену. Ладно, ты сделала очень хорошую рекламу, сейчас напишут, реклама, отписка. Да не реклама, отписка. Ну, просто, давай, да шучу я. Цена, давай, вот я хозяин, экономенный хозяин, и решил я купить этот ЭКО-ДУС. Цена, малышка, сколько стоит? Ну, она везде разная цена. Ну, может, стоит... Значит, дорого, давай, говори, сколько? Ну, где-то, наверное, около 200 рублей стоит. А, ну, 200 рублей еще можно. Предела 200, нет, 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 предела 200. Хорошо, все, мы поняли. Продается вот везде, в магазинах у нас тоже он продается. Подожди, а если я не хочу... Написано, безопасен для человека. Договорились. А если я не хочу, вот это, 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 бывают разные производители этого ЭКО-ДУСа? Нет, это только выпускает Гера. Ну, по крайней мере, я видела. Но еще, ты знаешь, что, сейчас к луку-то мы перейдем. Мы своих кошек блох травили им. Да, да. А если у мужа блохи или у жены блохи, работает? Это я не знаю, работает или нет, но знаешь, что у кошек еще интересно? Когда ты пользуешься ЭКО-ДУС, там, даже если они слижут его, они, Илюш, не падай в оборог, они не погибнут. Но у них пропадут глисты, если есть. Ёшкин-матрешка, ничего плохого слова не сказал. А если она обдрищется потом? Не обдрищется. Она задрищет всю хату? Нет, не будет она пристать. Проверено, нет. Но у них еще, если есть, и глисты погибнут. Ты двух зайцев убьешь. Короче, да, девочки, все. Короче. И для садоводничества, и для домашних животных. И вот, значит, этот ЭКО-ДУС, смотрите, я посадила лук и увидела эти злосчастные мушки. Вот они полетели. Что я сделала? Он, видишь, как распыляется? А, он даже какой-то порошок. Да, это порошок. А я думаю, что сейчас как водичка польется. Нет, нет, нет. Я вот так вот по луковицам, трейн-брейн, землю, и все. И мухи пропадают. А на вкус какой он? Ну, хочешь, попробуй. Ну, в общем, короче, дорогие друзья, я что хочу сказать? Потому что мошки эти, они живут в земле, в верхнем слое. Вот. И вот у меня еще частично еще кое-где они так вот подлетают. Но они сейчас пропадут уже. Все, их было у меня, знаете, сколько. Так, возвращаясь к луку. Давай, лук экономной хозяйки. Мы купили, можно в магазине прикупить этот лук, да? Вот, да. Сейчас многие жалуются. Покупают лук в магазине, а он не прорастает, ты понимаешь? Ну, все потому, что в магазине химозный лук. Ну, может быть, его чем-то обрабатывают. А где же мне взять лук, чтобы на подоконнике вырастить? Где? В магазине. Вот это лук из магазина. А, что-то больше не прорастает. Вот, слушай, я еще сейчас вам и расскажу про лук-то. Что не так все и как бы плохо. Вот этот лук я вам сейчас покажу. О, смотри-ка, вот, видишь, как уже, ну, выдернул. Для вас, что-то, дорогие друзья, только не сделаешь. Смотрите, какая корневая система. Ой, корни, корни. Давай, хочешь поближе покажу, чтобы отрезать землю? Вот, да, над рукой только, а то сейчас ты мне на это. И покажи росточки, покажи росточки. Росточки у лука главное, покажи. Да. Ну, где росточки, не корешки, росточки. Ну, как я тебе покажу, там пока не видно, пипирка какая-то торчит. Ну, пипирка, вот. Ладно, воткнем его назад. Ну, давай, ладно, дальше. Значит так, смотрите, что происходит. Так как мы все с вами экономные хозяйки. И хозяева. Многие, ну, кто-то, допустим, не выращивает лук на огороде. Идет в магазин, покупает, слушает. Я вот на самом деле, да, вот я что-то у меня мысль такая. Вот, ну, хотя, ну, иногда хочется, чтобы самому вырастить. И понять, что это вкусно. И знать, что это очень полезно. Потому что, да подождите, я говорю, как такой начинашка, который любитель покупать в магазинах. Все, потому что мне иногда задалбывают комментариями. Илья, ты почему ешь шампиньоны замороженные? У тебя же мама морозит. Мама морозит. Потом, Илья, ты почему покупаешь кока-колу? У вас же в погребе компот. Какое-то разногласие. И я, короче, уже потом делаю, знаете, что, какой же лицо, рука. И думаю, я даже не отвечаю. Ну, и продолжаем. Короче, я решил посадить лук. Вот, нет, слушай, я опять сейчас, я что, вернусь-то, отвечу на вопрос. Грибы мы не собираем. Вот. Не собираем грибы. Мы не любители этой тихоохоты. Нет, может быть, и любители, но я считаю, что сейчас грибы непонятно какие у нас в лесах. Грибы не растут, да? Вот. А про фасоль у Ильи написали, я вам скажу. Да. У нас фасоль очень быстро идет в ход, поэтому она уже закончилась. А если закончилась, фасоль хочется... Так что, малышки и малыши, не надо, не надо. Не надо, не надо. А то там еще подписочка была такая, типа, очень странно. Очень странно. Идут какие-то разногласия. Знать, Вася, типа, она нас сломила на каком-то больстве. Да. Вот. Мы все говорим право. Во-первых, хорошая хозяйка должна собирать шелуху оттока. Чтобы красть яйца. Ну, кто яйца красит, а я вот шпроты делала. Вот. Можно сделать скумбрию. Волосы можно покрасить. Можно, наверное, яйца покрасить. Вот. Вот этот лук куплен в магазине. И вот здесь сидит лук. Это тоже куплен. Юля, а почему вы покупаете лук? Давай я буду вопросы от зрителя. Юля, а почему вы покупаете лук в магазине? У вас же у такой хозяйки должно быть столько много лука. А я хочу сказать вот что. Ой, извините, сейчас у нас телефонный звонок. Алло, алло. Здравствуйте. Да, да. Меня зовут Эмин. Звоню вам снова для предложения. Проведительные карты. Стоит не без процента от Альфа-банка. Пармот убили. Продолжаем. Имина мы не будем слушать. Он нам будет сейчас с мозг про банковские карты. А у нас тут лук. Какой имин карты? Лук. Почему этот лук у меня, мной куплен на базе? Я вам скажу. Потому что мы лук сажаем, но обеспечить себя полностью на всю зиму луком мы просто не можем. Ну, не можем. Ну, представляете, сколько... Потерял ход мысли. Ну, то, что почему я его купил в магазине. Потому что мы жрём много лука. Мы много едим лука. Я очень люблю очень много лука. Это нам... Я, во-первых, первый готовлю. У меня вот... Или второй. У меня во второй вот такие 4 лука. А я могу как яблоко ехать. А я как яблоко ехать. Лук, число, все подрожные. Да. Но, кстати, я хочу сказать, весь лук этот я проверяла на содержание нитратов. Он чистый. Втыкало, да, в эту штуку. Да. Да. Он чистый. И вот, что я хочу сказать про лук-то. Поэтому мы сажаем лук. Но он как бы расходуется. А чтобы сажать огромное количество лука, да сколько нам надо, это нам надо ничего не сажать в огороде, а насажать одного лука. Поэтому докупаем, говорим правду, докупаем. Все правду, правду. Только правду, да. Так как мы хорошие хозяйки. И хозяева. Как я поступаю? Мне надо посадить лук. А вот лук, я вам говорю, вы купили в магазине. Смотрите, что я делаю. Я беру, видишь, Илюш, и больше чем от половины я вот так его отрезаю. С жопки. Да. Почему еще вот у меня лук, он на зелень одноростковый. То есть у меня один росток. Что это, там две зеленые зелены? А это в магазин куплено на базе. Видишь, тут два ростка. А у тебя одноростковый. А у меня одноростковый. То есть, ну, вот такой сорт. Короче, как узнать, одноростковый или двухростковый? Разрезали, есть ли внутри две зеленые штучки-дрючки. Это двухростковый. Бывает и трех, и четырех. И вот выгоднее на зелень. Вот видите? Двухростковый. Да, выгоднее покупать лук, когда многоростковый. Многоростковый. Ок. Разрезали. Смотри, что мы имеем дальше? Вот мы имеем две вот такие, да, половинки. Да. Вот эту половинку большую. В картошку. Я отправлю в еду. То есть, у меня всегда стоит земля. Да. У меня стоит земля. Я начинаю готовить, кушать. Я беру, вот так отрезаю. Эта луковица у меня пойдет... Большая половинка в еду. Большая в еду. А маленькая половинка, я ее просто сверху положу на землю. Мама, почему нельзя большую, ну побольше отрезать жопу? Ну, отрежь, пожалуйста, побольше. То есть, не принципиально? Это не принципиально. Можешь половину отрезать. Тут не принципиально. Я просто хочу сказать, что в целях экономии, вот прям вот, ну буквально, вот, сейчас вот у меня здесь вот. Ну, опять тебе уже дергать. Ну, вот опять забуду. Да, дергать не буду дергать. Я вам уже просто показала, что лук чувствует себя отлично. Прикинь, я никогда бы не знал, что можно посадить разрезанный лук. Да. И причем его не надо сверху присыпать землей. Но, может получиться, Ележ, такой нюанс. Тебе на будущее, чтобы ты знал. Некоторый раз луковица может, как бы, немножко, немножко, ну, как тебе сказали, может плесенью покрыться или чем-то. Ну, вот этот срез. И чтобы этого не произошло, вы можете взять обычный речной песок луком. Как вкусно что-то пахнет. Лук. Прям? Лук срезанный лук. Думаешь? Ну, конечно. А может, дустом? Каким дустом? Ой, лучком пахнет. Вот. И просто сверху, сверху, достаточно песком. Песочком чуть-чуть. Песочком, да. Не сахарным, девочки, не сахарным, наш хороший. А обычным, куда кошки ходят. Но только не кошачьим, чистым. И вот смотрите, что происходит. Вот как раз-таки вот этот срез лука, он стимулирует прорастание магазинного лука. Если, то есть, ты вот так... Я, короче, понял, это как с человеком. Если человеку сделает рану, то у него начнёт регенерация клеток, что-то тра-та-та, и быстрее пойдёт процесс. Также здесь отрезали, сделали стрессовую ситуацию для луковицы, и она активненько стала расти, правильно? Да, и она активно стала расти. Так что, дорогие друзья, сажаем... А знаешь, что, мам, смотри, сажаем-то лук. А если подумать, что мы ещё можем сажать луковицами? Может, цветы и так же можно отхерачивать? Ну, луковицы цветов тюльпан, нарциссов, они требуют выгонки. Это такой процесс, очень-то довольно-таки тонкий. А чесночок? Чеснок мы можем посадить, и не резать, посадить. Но у нас есть на канале, в Саду-Левогороде, реклама, ролик, как мы сажали. Это очень интересно, Илюш. Я шла в магазин, я покупала пекинскую капусту. Я у пекинской капусты, мы её съедали вверх, я сажала корешки, и они росли. Можно то же самое, пойти в магазин, сейчас купить сельдерей, картоху, посадить... Пакетики, ну, это корень у вас и растёт? Не в пакетике, а корни в сельдерее, посадить его, и у вас будет... Не, ну, я имею в виду, вот, есть зелень в пакетике, она растёт, 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 она хорошо растёт. Это проверено, её можно сажать, но только что, единственное, что даже нужно состричь зелень, допустим, если это базилик, да, вот, и как бы она потом будет расти. Ну, то есть, вот эта вся купленная зеленуха, она растёт. Мяту я сажала, отлично растёт. Так, ладно, не отходим дальше. Дырки что, нет? Почему дырок нет? Дырок никаких нет. Не надо дырки. Потому что не надо, всё это на подоконник будет вытекать. Полив. Полив. Полив умеренный, не заливать, хотя лук водохлёб, но лучше много воды не лить, чтобы, опять-таки, не летели вот эти мухи. Ох, ох, понятно. Всё, всё записали, законспектировали. Ну, всё, дорогие друзья. Наверное, Илюш, исчерпываю ещё для тебя. Это, да, всё мы намотали. Да, но сейчас ещё будет, кстати, такой один крутой секрет. Сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.